всем добрый день я пока собралась снимать что я тут хотела показать как всегда ну иди уже иди ой моя штука золотая поцарапала меня сегодня всю как только с телефоном начинаю разговаривать она так ревнует меня сильно пытается повернуть к себе и закрыть мне рот и закрыть мне рот скажи всем привет моя помощница пчелка вот кто у нас пчелка я залу шока это пчелка девочки всем спасибо что вы мне подсказываете как называются все эти штуки вон она до сих пор лежит ждет своего часа хочу начать с маленькой какой-то косметички потом уже посмотрю куда ее применять ой что еще юбка лежит на уровне нижний чехол и нижний валан верхней части нижний валан верхней части думаю сейчас покажу что я буду снимать или хотя бы расскажу и начну делать сделаю себе горячий шоколад кофе с утра надо пить меньше у меня кероп есть он сразу сладкий и есть ну какао есть конечно и есть два вида орехового масла одно с кусочками орешкова второе просто но оно все не сладкое его использовать в десерты есть кокосовый десерт он тоже практически не сладкий вот какой кокос есть такое есть но его тоже нужно куда-то добавлять ну думаю сейчас все добавлю сделаю горячий шоколад все сделала одной ложкой одно мешало второй ложкой насыпала смотрю у меня уже наливаю чашку у меня там уже две ложки третья ложка в руках короче я с одной ложкой обычно теряюсь нужна мне ложка в чашке не нужна мне ложка в чашке ты лезешь пить горячий шоколад он горячий тебе нельзя это вредно моя кошечка я короче так растерялась этими ложками стала и стою для 3 2 ложки в чашке чашка небольшая ну такая чайная две ложки в чашке одна ложка у меня в руках я стою там что ты стоишь вытаскивай свои ложки мой иди садись уже делай что-нибудь короче я сейчас пью свой горячий шоколад потом я снимаю показываю что я буду делать и буду вместе с вами что-нибудь делать короче ну все я подготовилась что я буду делать что я буду делать юбка меня ждет с юбкой немножко остановка я в раздумье но мне сейчас нужно будет сделать сразу два чехла сразу два чехла и на швейную машинку вернее на швейную вышивальную машинку и на оверлок поэтому я приготовила все свои рабочие места машинка готова разложила ножницы разложила все у меня кругом так одни ножницы тут одни ножницы там одни вот эти вот штучки здесь одни там маленькими ножницами тоже обложила мне постоянно нужно что-то отрезать срезать это я тут воск попал на ткани я пытаюсь вывести воск кто не знает как снять воск с ткани обращайтесь я вам сделаю лайфхак лайфхак сделаем ну все значит что этот кусок ткани у меня лежит это основа основа чехол мухи летают уже мухи летают жара пришла основа и подклада на оверлок как раз хватает ширины длины всего хватает и вот она ткань я ее уже показывала от шторы здесь многовато я попытаюсь выгадать и на вышивальную машинку на вышивальную машинку там очень много там 75 сантиметров только одна сторона потом получается 50 сантиметров за счет вышивального блока ширина и высота 42 сантиметра ну то что такой вот получился но этого куска все равно тут слишком много может быть остатки останутся и я пущу на оверлок но у меня все-таки хочется чтобы все было в одном тоне и буду процесс показывать и у меня очень хитрая такая задумка я ее это будет пицца конечно но пицца будет ну я посмотрю сюда я использую эту идею поэтому ничего не буду говорить просто буду показывать процесс на столе я не могу этого делать я бы просто направила телефон но макусичка ну как только с телефоном разговаривать сразу она приходит и требует и требует общения моя пчелка мой филин золотой вот я буду это делать на полу на полу я тоже уже все освободила и приготовила ну то есть там у меня чисто просто у меня там иногда лежит работа я вся обложена тут это у меня кабинет рабочий поэтому тут все кругом обложено работой рабочие места где я буду именно этим заниматься свободны и на полу буду показывать процесс выкладывания этого многослойного чехла все поехали как всегда рассчитывала быстрее сделать очень долго прокопалась полотно у меня получается темнее гораздо чем тюльпаны но оттенок тот же даже не знаю как мне не получается светлее сейчас я попытаюсь показать не переключаясь не выключая мобильный попытаюсь показать что у меня тут одну сторону я уже сложила жаркая мокрая сейчас покажу посмотрите какое какое получается полотно значит там первый слой флизелин второй слой вторым слоем на флизелин я положила небольшую мусорную стружку так сказать куски флизелина тоже в общем в общем весь мусор сверху я положила кусок который показывала ну то есть я его порезала я порезала я порезала сейчас я покажу тут мне лаки пытается помогать вот это лакуся пожалуйста тебя очень прошу я буду сердиться так все лакуся вот это вот это это из того куска вырезана вот эта часть тоже из того куска вырезана маленькие еще фрагментики и среди них цветы от блузки они тоже в цвет подходят ну в общем в общем вот так когда это прострочится художественно я надеюсь будет красивее выглядеть но сам цвет красивая такая абстракция я постараюсь выделить теперь все это строчкой цветочки чтобы были видны цветочки лепесточки это только одна часть а должно быть четыре части две вот такого размера 2 50 50 на 40 или на 42 общем буду подгонять то есть боковушечки но все когда я все это простегаю я покажу все четыре куска возможно во время стежки захочу поболтать сделать поболтушку ну и не хочется очень длинными видео делать поэтому вот такой я бардак развела гляньте как всегда как только новый проект у меня вот такой звездец делается кругу вот она моя помощница стоит как бы без нее в общем вот такое я все развела все спокойной ночи фух стежку буду уже делать завтра сегодня может быть еще подготовлю на те части кусочки но стежку буду наверно все вместе делать поскалываю сложил потом буду только стегать гладить показывать в общем все эти фрагменты ну что ты смотришь я хочу показать как мы активно занимаемся работой совместной видите как нам хорошо самое главное вовремя все вывалить да моя хорошая правильно отдыхать дыхаем окошечка что что плохо так наводится ты моя красавица ты моя помощница будем пузо чухать будем чухать пузо давай давай будем пузо чухать все сейчас пойдем спать и целоваться обниматься смотрите уж раз уж я переключилась пока я не начала не ну сюда надо сразу вот там где красненькая слегка это я положила остатки лиловой органзы я свет загораживаю в общем красиво красивый пейзаж сейчас я еще отстрочу светлой ниткой шелковой буду отстрачивать такое светлое золото ой все пошла работать ну все второй день теперь покуда я не закончу этот этот проект свой две эти две два этих чехла на оверлок и на машинку на вышивальную слушайте эта сторона я думала побыстрее попроще собрала побыстрее она получилась покруче чем предыдущая предыдущую я уже простегала но покажу уже они вместе потому как ну не хочу уже растягивать сильно видео первая первая часть видео очень растянута и там одна болталка а хочется показывать что то прошу прощения шевелится я сейчас это все снимаю вручную ладно все я пошла теперь сначала я сколю а потом я пойду делать стежку все всех целую обнимаю так я сколола но вернулась не для этого я вернулась напомнить что я сегодня опять пользовалась этим клеем канцелярским стиком потому что ну немножко намучилась на первом полотне забыла за клей по-быстрому по-быстрому ночи до трех часов ночи делала стежку потому что попрощалась а потом решила что я не хочу спать и еще сидела все теперь иду делать стежку но зато я уже сколола видите я все сколола могу спокойно идти делать стежку хотела сегодняшнюю серию начать с того как у меня стежка пошла но хочу показать другого места у нас не нашлось это вот как раз простеганная Лакусь смотри не сдвинь пожалуйста о теперь я звук выключила но есть это я выкладку сделала но еще не сколола органза уже положено но еще не сколола видите я потом прокомментирую откуда я резала эту ткань это была блуза свой рисунок я составила из двух разных кусков но я думаю это не будет так сильно выделяться это я уже из остатка влепила сильно выделяться думаю не будет и мне нужно кусочки еще оставить на оверлок потом прокомментирую я не о том это я приготовила уже в стежку сколота свернула и вчера пошла спать а это уже не осилила так вот понимаете из всего места где у там у нее свой есть капуста у нее там своя вон ее видно лежит нет ей нужно прийти и лечь слава богу что сюда сюда я не пустила она пошла и улеглась на эти свернутые так ладно сейчас я начинаю стежку устанавливаю телефон и будем стягать вместе пока я не выключила не начала устанавливать что я хочу обратить внимание на что вот как раз вместо сколов у меня видите вот где иголочки идут я надеюсь я надеюсь будет лучше видео смотреться чем сейчас в камере у меня не так а вот может быть так лучше смотрите там где вместо сколов это как раз вот если здесь видно да что это идет вот как раз вырезанная аппликация то вот тут так как ткань одна и та же и я просто составляла рисунки на самом деле вместо сколов у меня как раз там где либо органза видите соединяется потом все это я буду так стягать чтобы как можно меньше она расслаивалась и вот тут вместо сколов это как раз вот заходит один на один куски рисунков ну вы поняли куски ткани ткань из одной и той же вещи поэтому она по цветовой гамме совпадает видите и не видно сама блуза была пошита так что каждый цветок каждый лепесток все изрезано из кромсона я вообще не понимаю как крупный рисунок можно так кромсать видите вот все это я ни одного куска не разрезала ну может быть края какие то вот как раз устанавливала сюда а так вот просто каждый кусочек укладывала потому что ну может быть тут подровняла это вот прайма ну просто вот большие цветы зачем им было так кромсать фасон нужен был совсем другой ну в общем видно так люди пошили я к тому что места соединения если у вас внизу много мусора наложено то места соединения ну лишь бы там по цвету как вам нравится совпадало да то есть это я имею ввиду про художественную пиццу вам рассказываю видите вот общая картина здесь еще будет перестрочка все это соединиться общей картиной вот так не будет окно выбиваться и вот еще кусочек это от этой ткани здесь тоже я как бы так художественно настрочу все будет гармонично так вот о чем я если вот здесь у меня всего 4 слоя там будет потом еще нижняя подклада серпянку буду ставить скорее всего поэтому она утолщится но когда мало слоев вот как у меня тут 4 ну может 5 слоев не знаю один на один находит то края я завожу на сантиметр не меньше чтобы при стежке когда я начну стягать туда сюда все таки ходить начнет разъезжаться и будет неприглядно если у вас внутри там пара слоев мусора обрезочков наложено да тогда можно так тщательно не накладывать один на один даже если будут прогалинки тогда можно их просто обыгрывать строчкой а если как бы там слоев мало тогда чтобы не ну если разъедется будет тонкий слой некрасиво внутри там подкладка какая-то вылезет некрасивая там у меня идет слой флизелина потом кусочек ткани не нужно тут помощница аж видите вот что делает тянет меня за руку я должна ее должна ей уделить внимание должна ее погладить и играть только с ней должна да моя мышка золотая вот теперь она замерла если я начну опять рукой вот она опять начнет меня тянуть настойчиво причем знаете очень сильно и больно иногда лакусь а маме больно вот поэтому видите тут вот он флизелин вот она тканюшка а потом уже идут наслоения один на один но здесь не очень толстый слой поэтому я стараюсь на накладку один на один делать чтобы ну как минимум сантиметр был но здесь я не старалась здесь что-то отрежется что-то уйдет в обстрочку как сказать в отделку в отделку я буду либо косой бейкой делать либо лентой ну в общем это потом уже будет а вот тут видите вот этот кусок идет тут здесь цветок заходит там еще еще слой заходит цветок этот вообще как аппликация сверху лежит ну то есть за счет того что один на один один на один они находятся но это где-то получается как бы двойной такой слой в общем я надеюсь что вам понятно и интересно вот она моя помощница я готовлюсь к стежке поэтому более-менее навела порядок это еще лежит кусочки для оверлока еще буду собирать чехол ну а так он собрала в кучу это вот я на подушке сижу у меня спина это вот уже проутюжина сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу это уже один кусок у меня на проутюжке был уже собран прострочен посмотрите какая красота вот так будет без фонарика виднее здесь я строчила так таким светлым золотом видите очень красивый рисунок был но я не понимаю как можно так покромсать и в самой блузе прям ни одного целого рисунка не было вот о чем я говорю смотрите вот даже здесь была на слойка на сантиметр и во время строчки разъехалась но там еще слои там потолще он такой более потолще поэтому и то я буду ставить серпянку и буду ставить еще под кладу мне нужно было учесть это и сделать не такую не такую густую стежку ну я серпянку не буду очень часто выстрачивать я основные проклею а потом по основным рисункам скреплю и все серпянка у меня неудачная говорят что она очень хорошо клеится моя какая-то наверно позапрошлогодняя вышедшая из срока как хлеб какой-то или мясо потому что почти не держится ее клейка но уже купить купила все этот кусок я заканчиваю видео перевожу на себя камеру все целую люблю обнимаю ой подписывайтесь ставьте лайки приглашайте своих друзей если мне завтра будет о чем поболтать интересно рассказать я конечно же буду делать стежку и мы поболтаем вот на этом мы и порешим все всех пока всем пока всех целую и обнимаю все будет и и и и и и